Московская городская дума подарила сама себе 4 месяца отпуска. Ребята собрались, постановили, что устали, пора бы им отдохнуть и ушли на 4-х месячные каникулы до конца сентября. При этом все это время депутаты будут получать зарплату в среднем 500 тысяч рублей в месяц налицо. Плюс отпускные, слушайте, красотища какая! Короче, смотрите, я придумал. Чтобы следующему созыву не париться, избираются, собираются, объявляют отпуск до КАА, до следующих выборов на 5 лет отдыхают, по-моему, здорово, нет? Плеешь себе в потолок в каком-нибудь красносельском на Садовое кольцо, любуешься издалека, полляма капает, обалдеть. Начинаем! А столичные чиновники меж тем предложили штрафовать граждан, которые не следят за своим здоровьем. Я когда эту новость прочитал, а фонарел просто, прикиньте, живет себе человек, никому ничего не должен. Старается как можно меньше болеть, потому что семья у него, а то и две их кормить нужно. Пашет, значит, хвост и в гриву на двух работах, а тут чинуша посмотрел историю болезни чувака и говорит, что-то этот пассажир давненько к врачу не показывался. Когда халатно к своему здоровью относится, давайте-ка его оштрафуем. И, конечно, надо работать над тем, чтобы определенные обязательства, последствия в той или иной форме накладывались на человека, если он не хочет заниматься своим здоровьем. Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда он, наверное, частично какую-то, и в том числе финансовую ответственность за это должен нести. Я не знаю, как вы, но меня действительно уже трясет у этих уродов. Вот он, пуска по четыре месяца, по полмиллиона зарплату себе платят. Вот в пусках оштрафовать нас с вами собираются за то, что я, например, без шапки зимой хожу. Или вот еще, пожалуйста, председатель всенародной любимой партии «Единая Россия» Димон допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса. Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление. То есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения, такого рода решения могут носить и общий обязательный характер. Знаете, мне по работе часто приходится перемещаться. Автомобили, поезда, самолеты, залы ожидания, такие вот кафе, чем я занимаюсь в такие моменты. Raid Shadow Legends. Классная ролевая игра в стиле фэнтези. Вы уже побеждали повелителя демонов, поднимались на вершину роковой башни. А как насчет сражений с миллионами реальных игроков на арене? Что ж, теперь у тебя появилась такая возможность. Пришло время Raid. Исследуй миллионы комбинаций, овладевая бесчисленными тактиками, побеждая рейдовых боссов. Проходи подземелья, сражаясь в сюжетных кампаниях. Имея сотни артефактов для экипировки и более 500 чемпионов, наделенных уникальными навыками, ты сможешь создать целую команду и прокладывать свой собственный путь. Создатели не сидят на месте. В этом месяце Raid выпустил безумное количество свежего контента. Во-первых, игра пополнилась 11 потрясающими новыми чемпионами. Мне интересно увидеть, на что они способны. Почти 200 совершенно новых миссий, которые нужно выполнить. А в награду за успешное прохождение получить эксклюзивного легендарного чемпиона. Если и этого недостаточно, у нас 5 новых сложных уровней. Согласитесь, это невероятный объем обновлений для одного месяца. Рейд становится больше, лучше. Начать играть теперь еще проще и интереснее. Друзья, каждый ваш переход по моим ссылкам поддерживает мой канал. Помогите собрать 80 инсталлов. Ссылка в описании, сразу под видео. До встречи в игре и увидимся. Вот это поворот. Димон решил, что швырять их вакцины необходимо всех. В приказном порядке. Хочешь, не хочешь, Димон так решил правильно. А кто не укололся, тоже штраф или расстрел. Если серьезно, я ничего не имею против прививок. Но я хочу понимать, о каких прививках речь. Когда мне рассказывают по телевизору, что спутник ВИИ самая лучшая в мире вакцина, я просто хочу попросить. Пусть мне кто-то из мира еще об этом скажет. Ну там журналисты канала BBC, CNN, например, немецкой волны. Ну самая же лучшая в мире вакцина. Так чего мировые СМИ о ней не говорят? Пусть по поводу этой вакцины рассекретят все данные и выложат их в общий доступ. Когда произвели? Где испытывали? На ком? На чем? Каковы показатели? Когда и кем зарегистрировано? Есть новости из-за рубежа про спутник ВИИ. Как сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, вакцина зарегистрирована в Эквадоре. А спутник ЛАЙТ облегченная версия препарата в Венесуэле. Хотя, если честно, меня не очень впечатляет, что их вакцину зарегистрировали в Эквадоре и в Венесуэле. Для меня это не показатель, который заставит меня вакцинироваться в обязательном, повторюсь, порядке. Есть что-то более убедительное. Это реальная журналистика. Поехали! Безусловно, тема недели – это то, что Платошкина отпустили на все четыре стороны. Прямо из зала суда забавно. Человеку вменяли призывы к массовым беспорядкам и распространение заведомо ложной информации. Но ведь отпустили. Приговор суда пять лет условно. Нет, я не сторонник конспирологии. Не буду сейчас врать, что Платошкин-Кремлевский. У меня реально нет таких доказательств. Потому что... Но меня удивляет как. Да еще накануне выборов братву Навального вон прижали к ногтю в полном составе. Причем за меньшие грехи. Не только ведь Алексея Анатольевича посадили, их конкретно разгромили. В отношении каждого более-менее заметного человека возбуждены уголовные дела. Уголовные, повторюсь. Штабы, объявленные экстремистскими и даже террористическими организациями. Госдума в спешном порядке принимает закон, по которому все, кто работали в штабе Алексея Анатольевича, даже волонтерами или просто мимо проходили, не имеют права идти на выборы. Вы вдумайтесь. Вот просто вдумайтесь. Жулик и вор имеет право стать депутатом Государственной Думы. А человек, который опубликовал об этом жулике и воре информацию, где написал, что он там украл, там украл, там украл, и суд посчитал, что эта публикация носит экстремистский характер, уже не имеет права это делать. А Платошкина в это время просто так берут и отпускают. Они что, идиоты? Еще раз, я не сторонник конспирологических теорий, но у меня возникают вопросы, и ответ я нахожу только один. Значит, не видит Кремль в Платошкине угрозы. Значит, не угроза он. Более того, значит, он нужен на этих выборах. Не он, конечно, его тогда выборов не допустят, потому что условный срок, партия его нужна. То есть массовка необходима, явка. Хотя чего я тут вопросами сыплю? Я же Николай Николаевича знаю, лично был он как-то у меня в эфире. Пока вы говорили, я специально зашел в Википедию и посмотрел. Государственная дума второго созыва, избрана 17 декабря 1995 года. Распределение мест. КПРФ 149, Аграрий 35, Народовластие 37, Яблоко 46, НДР 65, Российские регионы 42, ЛДПР 51, Независимые 25. Подавляющее большинство депутатов от фракции КПРФ. Следующая дума, третий созыв. Я опять, в отличие от вас, заметил, в Википедии не пользуюсь, да? Я вас постарше, но вам говорю из памяти. Я вам назвал сам. 95-й год, правильно? Вы сказали, что у коммунистов было 149 мест. А всего депутатов сколько было, скажи? 443. Вы что, считать не умеете, что ли? В смысле? Если по всем фракциям пройти, то большинство было. Из всех там фракций, там сколько-то, 7, по-моему, фракций было. Большинство в государственной турне, если вы математику знаете, это когда из 450 мандатов у вас 226. К сожалению, не могу показать вам всю интервью эфир нерезиновый, потому что ссылку на этот разговор оставлю в описании. Если коротко, мы общались. В какой-то момент я начал задавать человеку неудобные вопросы. Ну, я всем такие вопросы задаю. Работа у меня такая. А Николай Николаевич зачем-то начал злиться, агрессировать. Потом вообще ушел из эфира. Ну, хорошо, вы говорите, вы выезжаете по регионам, тогда вы должны прекрасно знать, как в регионах проходят все эти избирательные кампании. Я жил в регионах, я бывал на выборах, причем я не выезжал туда на два дня, да, как специально там приглашенная звезда, например, выступить где-то. Я там жил. И жил достаточно длительное время. И я видел, как проходят избирательные кампании. Ни одного кандидата от любой другой партии, кроме Единой России, даже портреты с изображением в подъезде не разрешают вешать. Попробуй кто-то выдвинься от любой другой партии. Тут же приглашают куда-нибудь на беседу в какой-то высокий кабинет и начинают объяснять. Вась, ты же понимаешь, у тебя бизнес, ты живешь в этом регионе, в этом городе, и бла-бла-бла. Вот эти-то товарищи отсюда уедут после выборов, а ты тут останешься. Ты уверен, что ты хочешь с нами пободаться. И это правда, к сожалению? Это сплошь и рядом такое происходит? Это ложь. Во-первых, в отличие опять от вашего согласия, я не знаю, у меня никакого бизнеса никогда не было. Живу я в 60-метровой квартире. То есть ко мне могут обращаться по любому вопросу. И вы пока, я видел, я знаю, я не видел, не знаю, я борюсь. Я выступал в библиотеках. Я одного понять не могу, как такого человека можно назвать политиком. Вот давайте пофантазируем, представьте завтра, его изберут президентом страны и вся единая Россия тут же перейдет в оппозицию. А это на минуточку две трети Госдумы. И Совет Федерации почти в полном составе. Как он с ними будет себя вести? Он со мной одним договориться не смог. А я простой журналист. Тут же обратите внимание, почти 600 с лишним депутатов, депутатов людей, наделенных властью, Платошкин этим людям так же хамить станет. так же эфир отключить захочет, так же просто свалит куда-нибудь. Я вас просто призываю не орать, а попытаться услышать. Если что-то вы недопоняли, вы лучше переспросите. Потому что вы меня обвиняете сейчас в какой-то лжи, а ведете себя вот именно, как какой-нибудь проходимец там а-ля Жириновский, который слышал звон, не знаю где он. Вы даже не попытались, да, в чем-то разобраться, вам показалось что-то, вы начинаете сыпать, ну хорошо не оскорблениями, ну какими-то двоякими фразами, я бы вот так вот сказал. Поэтому я еще раз... Меня сложно оскорбить. Вы сейчас извиняетесь, вы сейчас извиняетесь или мы прекращаем трансляцию? Я за что я должен извиняться? За то, что назвали меня проходить. Опять же, вы выдаете желаемое за действительное. Я сказал, можете перемотать и посмотреть. Сказал, вы ведете себя, как какой-нибудь проходимец Жириновский. Вот я что сказал. Жду извинений. Я не буду извиняться, я не считаю, что есть за что извиняться, потому что это, ну как минимум... Во-первых, ну все, человек у нас отключился, поэтому дорогие... Еще раз говорю, я не против оппозиционера Платошкина, больше оппозиционеров, хороших и разных, и человек делает большое дело, когда обличает преступный режим, молодец. Ну не лидер он, Навальный лидер, Ройзман лидер, даже Путин, блин, лидер, какой-никакой, а лидер, но не Платошкин. И хочу сейчас обратиться к его адептам. Перестаньте, вы уже смотреть на политиков, как на рок или там на поп-звезду. Пускай о слюне, согласитесь, только идиот может верить, что однажды женится на какой-нибудь Леди Гаге. В случае с политиками это что не так? Все. Это была Реальная Журналистика, подписывайтесь на наш канал, лайки, репосты приветствуются, это поможет выходу видео в тренды. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим, а я за сим. Спешу откланяться, пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова